Добрый день! Любое другое время суток по вашему выбору. Располагайтесь поудобнее, наливайте чай, кофе, берите сигареты, кто курит. Мы возвращаемся к уголовным делам раннего СССР. Сегодня в 23-й год мы отправимся. Вот раньше мы это делали с помощью Ивана Семеновича Кондурушкина, но его книжку мы осилили на две трети. Я посмотрел там дальше, там идет дело Хлебного банка. И там очень много именно таких тонких технических моментов, каких-то моментов торговых сделок и так далее и тому подобное. Ну, понимаете, если мы как-то с другими делами могли так разобраться на лету, в формате ролика, то там слишком много нюансов. И я боюсь, что просто это не очень как бы интересно в таком формате читать. Это надо с карандашом разбираться конкретно, кто там какие проценты кому не додавал и так далее и тому подобное. Но там все как мы любим. Там, значит, советский хлебный банк, который распределяет хлеб по учреждениям. Все дела во главе бывшие купцы, дворяне и тому подобное. Все как обычно. Поэтому я решил перейти к другому человеку, который тоже произносил судебные речи в 20-х годах, которые тоже были опубликованы и которые мы тоже можем почитать. И произносил он их, я вас уверяю, не хуже Кондорушкина. Это, как вы уже догадались, Андрей Януаревич Вышинский. Злобный, страшный упырь, который, значит, полстраны загнал в лагеря сидеть, вторую половину охранять. Всех ни за что, конечно, организатор массовых репрессий, который оправдывал в своих теоретических трудах. Вот, автор фразы, тут надо обязательно, что он автор фразы признания царицы доказательств и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, вот, чтобы развенчать это, да, это надо читать работу Вышинского, вот, соответственно, под названием «Теория судебных доказательств в советском праве», а она 250 страниц. Вот, это всегдашняя проблема с такими мифами, да, что, вот, вроде, вам кинут одну фразу, вот, Вышинский сказал признание царицы доказательств и всех из-за этого убили. Вот, вот, сказать так легко, да, вот, а чтобы развенчать, надо прочитать книжку в 200 страниц толщиной. Не каждый будет этим заниматься. Ну, я думаю, как-нибудь мы с вами возьмем эту книжку, да, «Теория доказательств в советском праве», и вот тот фрагмент почитаем конкретно, да, где Вышинский говорил о признании как царица доказательств. Вот, но это потом, а сегодня, значит, мы почитаем его судебную речь. Я думаю, даже не все, а половинку, вторую половинку почитаем попозже. Ну, Вышинский кто такой, да, он, естественно, у него польские корни, шляхтицкий рот, все дела, юрфак Киевского университета, окончил в 13-м году, исключался за студенческие беспорядки, все дела, там, и так далее, и тому подобное. Вот, в 903-м году вступил в меньшевистскую, меньшевистская организация РСДРП, там, аресты, все дела. Да, значит, сидел в одной, значит, тюрьме со Сталиным, вот, я даже читал где-то, что Вышинскому, там, кто-то приносил пирожки, то ли мама, то ли бабушка, по-моему, мама приносила пирожки, он со Сталиным делился, и поэтому Сталин его потом сделал генеральным прокурором. Вот, ну, вы понимаете, да, вот, после февральской революции 17-го года был у него интересный эпизод, да, когда он выписал ордер на арест Ленина, но тут надо понимать, что это чистотехнический был момент, потому что он, как бы, был комиссар милиции Якиманского района, Якиманка, центр Москвы, ну, знаете, наверное, да, кто в Москве живет, вот, там, Ленинский проспект рядом, вот это вот все. Вот, и, соответственно, он выписал его, как комиссар милиции, да, то есть распоряжение отдало временное правительство, как раз после, там, июльских этих самых беспорядков, да, а Вышинский просто вынужден был его подписать. По крайней мере, я не знаю, по-моему, ему никто это в вину не ставил, вот, хотя некоторые говорят, что это был такой инструмент шантажа Вышинского, обеспечил его верность, но я не знаю, вот, как на шантаже, можно ли всю жизнь, там, человека так при себе держать, чтобы он так отлично у тебя работал, да, то есть это же всегда, когда тебя шантажируют, ты всегда, значит, смотришь, как бы, как бы с ключка соскочить, да, как бы, там, вот, своего шантажиста, как бы, подставить, как-то свернуть и так далее, и тому подобное, так что вряд ли, вот, Вышинский вроде не замечен в каких-то каверзах таких в адрес Сталина и так далее, и тому подобное, вот, значит, ну и потом, естественно, вступил в РКПБ в 20-м году, вот, и в 23-25-м году прокурор уголовно-следственной комиссии Верховного Суда СССР поступал в качестве государственного обвинителя на многих процессах, дело ГУКОН 23-го года, вот, его мы сегодня и почитаем, значит, дело ленинградских судебных работников и так далее, вот, так что у нас книжка, которая называется Вышинский, судебные речи, госюрисдат, 55-й год, да, и дело ГУКОН тут как раз идет первым номером, и что хорошо, вот за что мне эта книжка сразу понравилась, что тут, в отличие от книжки Кондорушкина, тут суть дела сразу изложена, в чем там смысл, да, то есть, если по текстам Кондорушкина мы вынуждены были догадываться, да, в чем состоит преступление, да, что там, кто делал, то тут сначала, то есть, нам описывается примерное суть дела, а потом уже идет, как бы, судебная речь, вот, значит, и последнее, прежде чем начать читать этот текст, хочется про деньги немножко сказать, потому что у нас здесь сейчас пойдут цифры в миллионах, в миллиардах и так далее и тому подобное, короче, когда идут цифры в миллионах, их надо сразу на миллион делить, вот, потому что в 22-м и 23-м годах прошло две, значит, ну, дело слушается в 23-м году, то есть, цены уже 23-го года, но, как бы, преступления совершались, соответственно, там, в 21-м, в 20-м, ну, годах, да, и там цены старые, вот в этих миллиардах, да, то есть, когда вам там говорят миллиард рублей, значит, надо делить на миллион, то есть, это тысяча, значит, рублей по новым деньгам, да, а вот когда говорят там 75 тысяч золотых рублей, это значит 75 миллиардов, например, на старые вот эти вот дореформенные деньги, да, соответственно, продуктовая корзина, вот в 22-м году стоила вот 220, значит, вот тут опять был скачок, скачок цены и так далее и тому подобное, то есть, две тысячи, две с половиной, две, две с половиной тысячи рублей, значит, то есть, по старым ценам умножайте на миллион сразу, да, 2 миллиарда рублей продуктовая корзина месяц, а вот, вот такая вот, да, то есть, сахар рафина, там, масло сливочное, все дела, там, все такое, вот как-то так, насколько я понял, хотя там, у чего, очень все непонятно, да, то есть, вот с этими, с этими реформами, ну, короче, делите на миллион, примерно, примерно, получите, значит, представление о порядке цифр, вот, так, дело ГУКОН, что такое ГУКОН, это главное управление коневодства народного комиссариата земледелия РСФСР, да, ну, СССР еще нет, есть Советская Россия, да, СССР будет чуть-чуть попозже у нас, а вот, громадное бедствие, обрушившееся на Советскую Республику в 21-м году, вызванное неурожаем в Поволжье и на Юго-Востоке, внесло полное расстройство в хозяйственную жизнь многомиллионного крестьянства в этих краях, при первых тревожных сведениях о бедствии на Волге рабочее крестьянское правительство стало принимать необходимые меры, как по спасению людей от голода, так и по сохранению скота от неминуемой гибели, за отсутствием подножного корма в пораженном неурожаем края, ну, потому что скот это важно, скот это еда и скот это транспорт, да, и скот это тягловая сила, да, то есть на скоте потом пашут, ну, если мы имеем ввиду лошадей конкретно. При ВЦИК была организована центральная комиссия помощи голодающим ЦК Памгол, 26 июня 21 года была организована при ЦК Памгол так называемая секция по спасению животноводства. Кстати, сразу хочется еще сказать про голод. Не надо прибегать в комменты с жуткими воплями, что нас всех спасли от голода того американцы и так далее и тому подобное, а надо идти, значит, в ЖЖ, ВК, там, я не знаю, в Фейсбук, Григорию Цединкову или идти на Самара фильм канал, где он выкладывал свои ролики, да, вот, и слушать, что он там про этот голод рассказывает, да, что вот эта вот ара американская, да, вот эта вот ассоциация, она, да, она помогла, но ее вклад не такой большой, как кажется из наших вот современных публикаций, когда, значит, говорят, что они прям всех там накормили, просто всех спасли. Нет, они помогали только ограниченному большому, да, количеству людей в ограниченный период времени, вот, основную, как бы, тяжесть вот голода вытащила на себе молодая Советская Республика все-таки, да. Главная задача, которую ставила себе секция, состоял в вывозе скота из голодных губерний, примерно в количестве 40 тысяч голов и распределение его между губземотделами, ну, губернскими земледельческими отделами благополучных по урожаю губерний, а также заготовка фуража для прокормления эвакуируемых лошадей в пути и остающегося на месте скота. На это дело было сигнално 132 миллиарда рублей в денежных знаках того времени, ну, соответственно, 6 нулей отбираем, вот, 132 тысячи рублей золотом, насколько я понимаю эти курсы. Ребят, я честно скажу, там, блин, хрен поймешь, тут еще же неизвестно, какие конкретно деньги, в каких, в какие моменты автор имеет в виду, да, то есть золотые рубли или советские знаки там и так далее, вот, в общем, если у кого-то есть поправка, вот, по этим курсам, вы мне комментарии пишите, если есть какая-то монография, которую на эту тему можно почитать, чтобы понять, вот, просто порядок цифр, да, вот, тоже кидайте в коммент, вот, выполнено было, однако, только 14 процентов задания, вывезено всего 9 процентов скота, а в фуража заготовлено лишь около 1 миллиона пудлов, ну, вот, сейчас бы сказали, что майские наказы не выполнены, да, пожурили бы людей, погрозили бы им пальчиком, вот, тогда так было нельзя, тогда все-таки надо было кого-то за это жестоко ни за что осудить, вот, ну, потому что 14 процентов заданий и 9 процентов скота, это, ребята, называется, по-моему, саботаж просто, да, привлеченные к этому делу работники, вместо того, чтобы отдать свои силы на выполнение этой ответственной и настоятельной задачи, вместо помощи голодающему населению и гибнущему скоту, занялись собственным обогащением и спекуляцией, получив лучше указанные средства, они их пустили в оборот в личных выгодах, скупали племенных лошадей для себя и пускали их на бега, используя свое положение уполномоченных в ЦИК, Всероссийского центрального исполнительного комитета, отбирали в совкозах лучший скот, совершали всякого рода торговые операции, в личных интересах делали в собственную пользу незаконное отчисление и попутно совершали фиктивные сделки, действуя путем взяток и подкупа. В своей деятельности часть преступников исходила из предположения, что обрушившиеся на советскую республику бедствия, возможно, или сокрушит советскую власть, или заставит ее восстановить частную собственность на недвижимое имущество. Именно исходя из этого, они пытались концентрировать в захваченных ими совкозах лучший скот и даже скупать дома и имения. Среди этих работников Топильский, управляющий делами секции, устроил на своей квартире неофициальное собрание уполномоченных, на котором потребовал в свою пользу соответствующих процентных отчислений от получаемых уполномоченными отчислений на организационные расходы из отпускаемых им операционных сумм, ну то есть рэкет практически. Являясь негласным пайщиком частного предприятия, товарищество «Оптовик» Топильский дал распоряжение уполномоченному Тимошкевичу сдать на 12 миллиардов рублей на комиссионных началах, принадлежащую секции мануфактуру, за то, что за что получил вместе с Тимошкевичем с оптовика 6 миллиардов рублей. Ну вот тут, насколько я понимаю, схема такая. То есть они уполномочены, значит, от государства, да, то есть от ЦИК. Вот у них с собой мануфактура и деньги. Ну дело в том, что тогда деньги, они из-за этих всех курсов, они стоили мало, да. И мы уже видели, кстати, вот в делах Кондорушкина, да, как там выделялась вот таким вот ребятам мануфактура, да, чтобы они ее на месте там обменивали на какие-то нужные вещи, там, ну, бартер, грубо говоря, вот, или продавали ее на месте, да, то есть уже на эти суммы там что-то закупали для своей деятельности. Ну, то есть это как такая резервная валюта практически, вот. И, соответственно, государство выделяет Топильскому мануфактуру, ну, точнее, Тимошкевичу выделяет мануфактуру, значит, а Тимошкевич эту мануфактуру отдает товариществу некоему оптовик на комиссионных началах. То есть оптовик эту мануфактуру распродает. Вот другое дело по какой цене. Видимо, так как оптовик это уже не государственная контора, да, а частное предприятие, вот, они на этом навариваются. И откаты идут, соответственно, Тимошкевичу и Топильскому. Какая прелесть. Топильский купил национализированный дом номер 14 по Мясницкой улице. Нормально, метро, чистые пруды. А вот и другой дом у Михайловых и в январе 22 года национализированное имение Клусова в Волоколамском уезде Московской губернии. Составив при содействии Тарсуева, бывшего нотариуса, соответствующий запродажные, на произведенные им покупки, датировал их 17-м годом. То есть совершил преступление предусмотренное статьей 189 УК в редакции 22 года. Черт. В следующий раз будем читать. Обязательно откроем УК. А, тут уже сносочки есть. А, соответствует статья. Все исчисление приводится в денежных знаках 22 года. А, то есть если 22 года дензнаки, стоп, это получается, что, значит, это уже, значит, эти миллиарды делятся не на миллион, извините, а только на 10 тысяч. Вот, рубль государственного денежного знака приравнивается к 10 тысячам рублей кредитных билетов и расчетных знаков всех прежних выпусков. Вот, разобрались мы, наконец-то. То есть мы эти миллиарды делим не на миллион, а на 10 тысяч всего. Вот, то есть цифры очень серьезно сразу возрастают. Да, то есть если мы вот 12 миллиардов рублей делим, значит, на 10 это 1,2 миллиарда, и еще на 1000 это 1,2 миллиона рублей по 22 году, да? Ну, интересно. Вот, так, а на чем мы остановились? Короче, кроме того, он оклеветал председателя секции Позигуна, оговорив его и приписав ему соучастие во всех своих преступлениях по секции. Вот, Рождественский помощник начальника конного фонда содействовал Топильскому в получении высокоплеменных лошадей и сам получил их, для чего специально ездил в Симбирскую губернию, где дал задание уполномоченному Теплову купить и доставить их в Москву. За содействие Топильскому и Ширяеву в получении лошадей Рождественский получил лошадь. В целях вымогательства взятки уничтожил ранее выданный, выданный ранее уполномоченным нарком продам мандат на Симбирскую губернию и выдал мандат на покупку лошадей в город Тверь, где лошадей не было. Тын-дын-дын-дын-дын-дын. А, ну, то есть, приходит к нему уполномоченный нарком прода, да, нарком продовольствия, вот, и говорит, как бы, значит, мне нужны лошади, нам, мне надо лошадей купить, вот у меня мандат на Симбирскую губернию, а тот, значит, мандат на Симбирскую губернию, вот, меняет на мандат на Тверскую губернию, значит. В Твери лошадей нет, соответственно, нарком прод вынужден прийти к нему и вынужден просить его выдать ему мандат, видимо, на Симбирск, где лошади есть, ну, как-то так, насколько я понимаю. Теплов, уполномоченный по секции, секции по Симбирской губернии выдал Топильскому 400 миллионов рублей, так, то есть, 40 тысяч, да, насколько я понимаю, да, в форме отчислений, пользуясь своим служебным положением, присвоил государственных лошадей, пускай их набега, злостно оклеветал по Зигуна в получении незаконных отчислений, а также следователи ГПУ. Выдал от имени секции разрешение частным контрагентам на паровоз лошадей из Симбирска в Москву, снабдив их фиктивной распиской на право собственности на этих лошадей. Ширяев, уполномоченный секцией по Саратовской губернии, совместно с уполномоченным Лукьяненко, заключил с Вагуленко договор на поставку 50 тысяч пудов сена по 28 тысяч рублей за пуд, платя ему в действительности по 17 тысяч, ну, понятно, да, то есть, это классика жанра, то есть, мы получаем от государства, значит, по договору по 28 тысяч рублей за пуд, да, вот, платим подрядчику, соответственно, 17 тысяч, да, остальное, на этой же, вот на остальное живем, да, организовал, пользуясь своими должностным положением товарищества Плем Скотт, состав которого ввел своего брата и заключил с этим товариществом с явным ущербом для государства договор на передачу товариществу. До 1 декабря 27 года более 5000 голов скота и части фуража, но не достиг полнезависимости, получим от него обстоятельством указанной цели и, наконец, пользуясь своим положением, приобрел на государственные средства лошадей для себя. Замечательно. Тимошкевич уполномоченной секции, получив задание обменять сахар на мануфактуру, вот, 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 да, вот эти вот операции, да, просто для того, чтобы получать какие-то вот средства оборотные для приобретения, ну, нужных просто вещей, да, вот, вошел в соглашение с Богородско-Щелковским трестом и за эту операцию удержал в личную пользу 29 ящиков ниток, которые продал за 2 миллиарда рублей и, наконец, получил с оптовика тысячи... так... это... 1 миллиард 381 миллион рублей за поручение последнего произвести операции с мануфактурой. 29 ящиков ниток за 2 миллиарда рублей, это какие же ящики были? Зверев, пайщик частного предприятия товарищества Аптовик, дал Топильскому и Тимошкевичу взятку в размере 6 миллиардов рублей за получение на комиссию мануфактуры и других предметов, совершил мошенническую сделку в пользу Топильского при покупке национализированных двух домов и имени. Лаврухин, уполномоченный секцией, отчислил в пользу Топильского 800 миллионов рублей под фиктивную расписку на фураж. Рунов, инспектор рабочей крестьянской инспекции при Гуконе, вот этом вот, получил взятку в 6 миллионов рублей от уполномоченного наркомпрода Бендера за содействие в получении разрешения на покупку лошадей в Симбирской губернии. Так все сложно, а? Торсуев, бывший нотариус, незаконно составил за продажную в пользу Топильского на два дома и одно имение, которые были национализированы, датировав ее 17-м годом. Михайлов Алексей, в 21-м году продал Топильскому бывший свой, ныне национализированный дом. Продал национализированный дом, молодец. Номер 14 по Мясницкой улице составил за продажную в 1917-м годом. Ну, понятно, что если есть покупатель, то должен быть продавец, и они находят бывшего владельца дома, да? Ну, вот, и, соответственно, он за какое-то бабло там это самое, бумажку оформляет. Вагуленко составил поддельный договор с уполномоченным Шулевым на поставку зерна по 28 тысяч рублей за пуд, хотя в действительности получал по 17 тысяч рублей. А вот, Мишель, зампредседателя Центральной контрольно-разгрузочной фронтовой комиссии, пытался при помощи противозаконных махинаций присвоить себе лошадей, принадлежащих государству, используя при этом также свое служебное положение помощника начальника ГУКОНа. Значит, Михайлов, еще один, да? Московский домовладелец был причастен к незаконной продаже его братом, обвиняемым А.Ф. Михайловом национализированного дома в Москве. Сушкин и Янковский были привлечены к суду за соучастие в преступлениях, совершенных обвиняемыми Руновым и Бендером. Дело рассматривалось 25 мая 7 июня 23 года судебной коллегии Верховного суда СССР. Это вступление, это запев, да? Вот, ГУКОН, Главное управление коневодства. Я еще раз напоминаю, если кто-то забыл. Ну, теперь у нас начинается уже текст, собственно, Вышинского, да? А, кстати, вот я нашел тут у Александра Монсуряна в ЖЖ фотографию молодого Вышинского совсем, ну, потому что в 23-м году он все-таки еще не похож на того генпрокурора, да, то есть уже сталинских таких вот времен, там, или представителя СССР при ООН. Вот угадайте, который здесь Вышинский. Вот, я сначала думал, что вот этот вот, вот этот. Потом выяснилось, нет, вот Вышинский. Вот стоит Вышинский. Вот, собственно, ладно, вернемся к тексту. Товарищи судьи, перед тем, как закончить судебное следствие, Верховный суд постановил ввиду ясности дела отказаться от допроса оставшихся неопрошенными свидетелей. Это в значительной степени облегчает задачу сторон, и в частности мою, как государственного обвинителя. Если дело достаточно ясное, если суд ввиду этой ясности считает себя вправе отказаться от допроса ряда свидетелей, то очевидно, те многие дни, которые нам пришлось здесь провести над изучением этого тяжелого дела, не пропали для нас бесследно. Задача моя в силу этого значительно облегчается. И тем не менее, задача эта достаточно тяжела, как тяжелые, а порой даже кошмарные те воспоминания, которые возбудил в нашем сознании этот процесс, явившийся отзвуком постигшего нашу республику два года тому назад страшного бедствия. Это бедствие поразило сотни тысяч крестьянских хозяйств, поставленных под угрозу разорения, и миллионы людей, подставленных перед лицом к лицу с голодной смертью. Вся страна тогда поднялась на борьбу с этим страшным врагом, с недородом, занесшим свою костлявую руку над людьми и полями, выжженными безжалостным солнцем. Это был страшный бой, и страна наша, страна рабочих и крестьян, хозяев молодой республики, победила. Голод был сломлен. Миллионы наших братьев были спасены. Сила организованности и братской солидарности сломила силу смерти, восторжествовала над ней. Но раны, нанесенные этим бедствием в нашей стране, кровоточили. Требовалась длительная и упорная работа по ликвидации последствий недорода, сильно пошатнувшего благосостояния крестьянского хозяйства. Ведь убыль одних только лошадей достигла громадных размеров. В ряде губерний считается от 60 до 70% этой гибели. Астраханская, Самарская, Саратовская, Уральская и целый ряд других губерний дали приблизительно тот же самый процент гибели лошадей. Для восстановления крестьянских хозяйств только в одной Саратовской губернии нужно 22 тысячи голов. Чтобы удовлетворить нужды пострадавших от недорода хозяйств Татарской республики, нужно приблизительно 65 тысяч 500 лошадей. А это составляет значительный процент всего конского поголовья республики, то есть РСФСР. Челябинская губерния гибель скота достигла тех же самых размеров. Ну, кстати, Вышинский, в смысле оратор, не хуже Кондуршкина, может где-то и даже лучше. А вот, молодец. Вот почему созданная в ЦИК комиссия помощи голодающим не могла не поставить перед собой в качестве одной из важнейших и первоочереднейших своих задач о заботу о восстановлении конского поголовья. В этих целях при комиссии помощи голодающим была организована секция по спасению животноводства. Тогда же, а именно 28 июля 2021 года, была организована и так называемая чрезвычайная комиссия по эвакуации и закупке скота в голодающих губерниях Поволжья. И закупки, то есть по возможности его покупали у собственников. А вот, эта комиссия чрезвычайная, ей дается исключительное задание. Я не думаю, что было бы преувеличением сказать, что то задание, которое стояло перед чрезвычайной комиссией по закупке и эвакуации скота из голодающих губернии Поволжья, было нисколько не менее ответственным, чем основная задача, стоящая перед ЦИК помощи голодающим. Составлен был план вывоза в трехмесячный срок, 40 тысяч голов скота, отпущены были деньги. Все, кто могли, должны были прийти и пришли на помощь для решения этой задачи. НКПС, НКВОД, Народный комиссариат пути сообщения, Народный комиссариат водного транспорта, судя по всему НКЗ, это Народный комиссариат земледелия. Все сосредоточили на ней свое обоснованное внимание. Одни вагонами, другие фуражом и зерном. Но каждый стремился, отвечая требованиям дня, помочь чрезвычайной комиссии в осуществлении возложенной на нее великой миссии. Нужно было собрать аппарат, нужно было организовать людей. Подсудимый Топильский здесь говорил, не купцы нужны были, не торговцы нужны были, нужны были организаторы. Этих организаторов должна была найти и нашла чрезвычайная комиссия по спасению животноводства в нашей республике. И был организован аппарат с силами лиц, стоящих во главе этой комиссии. Подсудимым Топильским и подсудимым Позигуном организуется аппарат. Но что это за аппарат? Это не советский аппарат, а слетевшийся на наживу воронье. Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит. Ворон, где бы нам пообедать? Вот как организовывался аппарат спасения животноводства в республике. Вороны слетелись и каждый думает о том, где бы пообедать. Один за другим сюда слетаются эти черные вороны. Больше того, хищники, стервятники. Посмотрите, как составлялся этот аппарат, как подбирался этот аппарат. Вот Теплов, уполномоченный по Симбирской губернии. Кто он такой? В 45 лет вот это вот то, что и Гондуршкин, и Вышинский делают, да? То есть вот это биографические справки, это прелесть. В 45 лет он записался в коммунистическую партию, а до этого был арендатором виноградного сада, маленьким виноградным помещиком и управляющим рыбными промыслами. Ничего общего с пролетарской средой он, конечно, не имел. И пролезший в партию остался таким же хозяйчиком, как и был до этого. Я вернусь потом к подробной характеристике Теплова и остальных подсудимых. Сейчас я называю их, чтобы показать, как сколотился и с кого составлялся этот аппарат, которому была порочена величайшая в истории по ответственности задача. Вот Ширяев, СССР, максималист, прошедший тюрьму, побывавший в 1918 году на фронте, куда он ездил якобы в целях борьбы с меньшевиками и правыми эссерами, и кончивший лошадиным барышничеством, в котором он сам сознается. Он из этой же вороньей породы и прилетел сюда, потому что здесь можно было лошадку купить, можно было на людском горе заработать. Или Тимошкевич, этот шоколадный кавалер, который, идя к следователю, не забывал по дороге зайти к его супруге, которая его когда-то пожалела и обедом перед арестом угостила. Правда, очень скромным обедом из вареной картошки, хотя с бокалом вина, случайно оказавшегося в буфете. Какие интересные подробности. Этот шоколадный человек, не понимаю пока, почему он его шоколадным человеком называет, что общего имеет с общественными задачами, стоявшими перед комиссией, как он мог вести свою работу иначе, чем он ее вел, окунувшись с головой в знаменитые операции с мануфактурой, в результате которых он присвоил 29 ящиков ниток. Или рождественский, заместитель начальника конного фонда, которого здесь очень хорошо аттестовали в своих показаниях другие подсудимые, ездившие, как оказалось, в Симбирскую губернию для того, чтобы высмотреть себе лошадку и присмотревшие прекрасную арагбу. Вот еще одна общественная фигура, тоже прошедшая перед судом. Это Лаврухин, человек с большим прошлым, с известным в буржуазных кругах именем. Один из тех, которые когда-то претендовали быть представителями русского общества, будучи в действительности лишь представителями кадетско-народнической интеллигенции. Вы видели, как вчера он беспомощно путался в этих лошадиных объяснениях по поводу несчастной расписки на 800 миллионов рублей, как маленький школьник, пойманный на очень дурной проказе. Топильский говорил, что подбирая аппарат, он людей приглашал из общества, общественных людей, людей всем известных и с солидными партийными рекомендациями. Очень может быть, что у друзей Топильского была не одна, а даже несколько рекомендаций, но это нисколько не меняет того безобразного преступного положения, которое характеризует это дело. Мы знаем, как это воронье умело обскакать самого авторитетного человека, так обскакать и обвести вокруг пальца, что только диву даешься. Общественные деятели, которых набирал Топильский, Ширяев, Теплов, Тимошкевич, Рождественский, барышники, которые как будто совсем забыли, в какое время они работали, какие задачи стояли перед ними, куда они были посланы. Перед ними стояли великие и благородные задачи, но они пришли на это дело не во имя этих задач, а как крестоносцы Средневековья, чтобы пограбить и потешить свою плоть. Они пришли на это дело как стяжатели для барыша, для личных выгод. На голоде, болезнях, смерти и разрушения они зарабатывали, уводя в свои конюшни из голодного по Болжи по статному жребцу, а то и по два. Это не общественные деятели, как их торжественно называл Топильский, а организованная шайка, как более метко и правильно охарактеризовал эту компанию Бендер. Бендер это уполномоченный наркомпрода, это не тот Бендер. Итак, аппарат организован, люди подобраны. Пойдем дальше. Нужно установить условия работы, выработать организационные формы. Вот начинается выработка организационных форм. Посмотрим, в чем заключалась эта выработка организационных форм и что это были за формы. Я прошу вас припомнить показания подсудимого Топильского, откровенно рассказывавшего, как собирались компетентные в сих делах люди, специалисты по взяткам, и обсуждали, как лучше и безопаснее провести это дело. Он вам говорил о 17 учреждениях, через которые должны были проходить всякие разрешения. Какая в этих учреждениях была балакита, как нужно было преодолевать эту балакиту и добиваться благоприятных заключений, смазывая, ублажая, проталкивая воздействия, так что никак нельзя было обойтись без накладных расходов. Ну, то есть отмазывался тем, что у нас бюрократия сильная и нужны деньги на взятки. Он просто себе там вышибал, по-моему, пятнашку, 15% под организационные расходы, накладные. Ну и говорит, почему так много. Ну, в бюрократии же. Топильский пытался нас здесь уверить, что именно он и его общественные деятели решили строго-настрого на путь взяточничества не становиться, никого не смазывать и вести работу честно без этих накладных расходов. Он говорил об этом так убедительно, что нельзя было ему не поверить, если бы не выступил здесь подсудимый Лаврухин, испортивший всю музыку. Лаврухин подтвердил, что специалистов по проталкиванию грузов и по взяткам они вызывали и выслушивали именно для того, чтобы узнать, как им подсудимым приобщиться к этой системе, с какого конца начать им свою плодотворную деятельность. Лаврухин подтвердил, что на этих сборищах обсуждался вопрос, кому давать, сколько давать, как давать. Таким образом, основным организационным вопросом, который стоял на этих совещаниях, уполномоченных вместе с управделами Топильским, был вопрос об организации взяточничества. Все последующие показания ряда подсудимых самого Топильского в течение всего предварительного следствия, за исключением последнего предсмертного письма, не в смысле, что Топильский умер, а в смысле, что это последнее письмо перед приговором, видимо, да? Все говорят о том, что основное внимание подсудимых было направлено раньше всего именно в эту сторону. Нужно было взять с уполномоченных 15% организационных. Вопрос так и решился установить 15% организационных отчислений в пользу так называемого центра. Я не буду сейчас расшифровывать, что скрывалось под этим центром, скажу лишь, что центральной фигурой в этом центре был Топильский, который организовал эти отчисления, который их получал, и который ими распоряжался так, как он хотел. Ну, грубо говоря, полномоченный получает от ЦИКа там энную сумму, да, 15% сразу уходит Топильскому, как управ делами. Или считал необходимым. Я готов допустить, что часть этих расходов действительно шла на оплату всяких мелких услуг, всякого рода мелких технических работников, но только часть. А остальные деньги куда шли? А это огромная масса этих отчислений куда девалась? А какое влияние это оказывало вообще на всю работу, на всех работников? Вот вопрос, от которого отвертеться никак нельзя, и который нужно разрешить со всей точностью. Топильский показывал неоднократно, и это совпадает с показанием ряда и других подсудимых, что в эти отчисления вошли у него и полтора миллиарда рублей, полученных их с уполномоченного у Лукьяненко, и 800 миллионов рублей, полученных с уполномоченного в Абрухина, и 400 миллионов рублей, полученных с уполномоченного Теплова, и 700 миллионов рублей, полученных с уполномоченного Ширяева. Он сказал о том, о чем он никак не мог по его словам молчать, сколько он получал и от кого. Что он скрыл и о чем он не сказал, остается известным только ему. Но это он сказал, я готов поверить в этом Топильскому полностью. Лаврухинские 800 миллионов рублей это факт. Правда, у Лукьяненко нет, и проверить через него показания Топильского мы не можем, видимо не поймали. Но Лаврухин здесь, и он подтверждает, что 800 миллионов рублей им были действительно Топильскому переданы. Хотя Лаврухин на предварительном следствии несколько раз менял свои показания по этому вопросу, в конце концов он все же должен был признать, что он действительно послал эти деньги в распоряжение Топильского через Зуева. Лаврухин отчислил 800 миллионов рублей, Топильский получил 800 миллионов рублей. Это надо считать твердо установленным. Теплов рассказывает, что он раз отчислил в пользу центра 240 миллионов рублей, в другой раз отчислил 200 миллионов рублей, в третий раз 400 миллионов рублей. Отчисляли, перечисляли на чужой счет, а 150 миллионов рублей заплатили секретарю комиссии по спасению животноводства. Вот тетрадь номер 4, о которой сегодня шла речь. В ней сказано, что уполномоченному Ширяеву действительно было предложено за подписями Топильского и Позигуна перечислить 480 миллионов рублей уполномоченному Лукьяненко. Характерно, что в деле нет расписки в получении этих денег, а есть лишь справка о том, что деньги эти якобы были выданы Дьяконовой. Возникает вопрос, действительно ли Дьяконовая их получила? В деле нет никаких решительных подтверждений этого. Я считаю, что запись на Дьяконову была сделана фиктивной, ибо Дьяконово получение денег отрицает, расписки ее нет, а есть какая-то весьма странная справка. Можно считать установленным, что 610 миллионов рублей от Ширяева были также получены центром, то есть Топильским. Топильский это отрицает, но его отрицание пустое, голое отрицание, неубедительное и бездоказательное. Все обстоятельства дела говорят против Топильского. Говорят, что отчисления производились и Лаврухиным, и Лукьяненко, и Тепловым, и Ширяевым. Важно отметить, что не надеясь на успех своей тактики отрицания, Топильский выдвигает версию о своей психической болезни, ну, то есть косит под психа. Эта версия появилась 21 мая 23 года, в тот самый день, когда обвиняемые получили повестки с вызовом их в суд. Ну, вот увидел повестку, и сразу что-то с психикой плохое случилось. Бывает. Тогда, товарищи судьи, впервые в судебной коллегии появилось заявление жены подсудимого Топильского, в котором она пишет, что Топильский уже 10 лет болен страшной болезнью, и что на почве этой болезни у него произошло расстройство умственных способностей. Как же такого человека брали бы правдилами комиссии в ЦИК? Мне интересно, да? Или он, когда, значит, в комиссию шел, он не предупредил товарищей, что у него страшная болезнь? Это заявление было подано именно в этот момент, когда никакого иного способа оттянуть это дело не было, когда никакого пути для того, чтобы у тебя от суда, не осталось. Вы наблюдали этого человека в течение всего процесса, и вы могли убедиться, что умственные способности у него к порядке, что он давал объяснение по делу вполне логично. А если логика ему не помогла, так это потому, что против него стоял враг, который страшнее всяких врагов, против него стояла правда, и в борьбе с правдой он терпел поражение и падал пораженным. Возвращаясь к существу дела. Итак, организационный вопрос решили, собрали людей, в достаточной степени объяснились, обеспечили себе возможность получения денежных средств на всякие случайные обстоятельства и деловые расходы. Деловые расходы, несомненно, у них в некоторой части были, и приступили к работе. Но куда у них оказалась направленная главная мысль? Мысль работала у них, по моему глубочайшему убеждению, в сторону удовлетворения лично корыстных интересов. Их отношение к делу можно охарактеризовать только так, стремление к наживе и удовлетворению личных интересов. Вместо того, чтобы спасать голодающих, спасать гибнущее хозяйство, эти господа все свое внимание сосредоточили на одном, на наживе. Один мечтает о приобретении для себя лошади и больше ни о чем и думать не хочет, другой мечтает о племенной корове и т.д. и т.п. Основная руководящая идея у них – не спасение гибнущих, не локализация этого ужасного бедствия, а удовлетворение личных вкусов и личных желаний. Точь в точь как в буржуазном обществе, где танцуют и флиртуют в пользу бедных, где устраиваются благотворительные вечера и маскарады в помощь, в пользу недостаточных студентов. Ну, в смысле, недостаточно обеспеченных студентов. Спасение утопающих, погоревших, пострадавших от землетрясения, от чего угодно, лишь бы под этим предлогом можно было весело и с личной выгодой для себя провести время. Правда, знакомая. Знакомая картиночка, да? Вот. Подсудимые построили всю свою работу, на стремлении всячески использовать в своих корыстных интересах и государственные средства, отпущенные на борьбу с этим бедствием, и весь созданный в цели этой борьбы аппарат. На этой почве выросло так называемое юго-восточное общество. Что такое юго-восточное общество? В юго-восточном обществе произошло скрещение нескольких тенденций. В юго-восточном обществе раньше всего наметилось и достаточно резко выявилась именно эта старая буржуазная, частно-собственническая тенденция. На почве борьбы с общественным бедствием найти средства и за счет отпущенных для этой борьбы средств создать частные предприятия. В юго-восточном обществе эта тенденция проявилась очень резко и отчетливо. Но тут имеется и другая тенденция, не формулированная ни в одном уставе. Ни юго-восточного общества, ни общества преступников, сидящих здесь на скамье подсудимых. Тенденция, которая носит достаточно отчетливый, политический, антисоветский, контрревелевационный характер. Это тенденция от эсеровщины, которой заражен ряд подсудимых. Ну, так, сейчас почитаем. Подсудимый Тарсуев прекрасно вскрыл эту тенденцию, когда давал нам объяснение о причинах, по которым Топильский занимался скупкой больших и малых домов, принадлежащих, кстати, Московскому совету. Из этих объяснений яствовало, что одной из сил или пружин, толкавших Топильского на скупку домов, было убеждение, что в дни советской власти сочтены, что советская власть задыхается от голода, разруха сожрет ее. Она недолговечна, и если она стоит как советская власть, то, во всяком случае, она должна будет сделать такие уступки частному капитализму, которые уничтожат самую сущность советской власти, как власть рабоче-крестьянской, ликвидировавшей частную собственность на землю, на фабрике, на дома. Вот тут Васе Садонину, рассказывавшему нам, что в 30-х годах у нас еще была частная собственность на землю, в стране пламенный привет, извините. И вот с этой затаенной мечтой Топильский решает Зверевым, а Зверев с Михайловым, начать скупку домов. Вот это контролевационная тенденция, надежда на то, что власть советская рухнет, а они, эти новые помещики, новые домовладельцы, останутся и будут богатыми и счастливыми. Эта тенденция в очень сильной степени проявлялась и у Топильского, и у организованного по инициативе Топильского, так называемого Юго-Восточного общества. Тут надо сделать маленькую ремарочку. Понимаете, этот же процесс, он такой, он не односторонний. Вот этот вот Топильский, да, он считает, что советская власть рухнет, да, и на средства, которые ему выданы для борьбы с голодом, да, и с падежем скота, он покупает дома, вот, в частную собственность себе, да, то есть, а как только он их покупает, он становится первым заинтересованным лицом в том, чтобы советская власть рухнула, или ввела капитализм, опять, да, то есть, кончилась как советская власть, то есть, тут такой двоякий процесс, да, получается, а вот, то есть, вот, как только он покупает себе дом, он тут же становится автоматически врагом советской власти, просто, это логика, да, то есть, если советская власть остается, этот дом ему не нужен, то есть, он не может им владеть, вот, ведь разве не странно, что в то самое время, когда Топильский в надежде на скорое, якобы неизбежное крушение советской власти, начинает скупать дома, он рассылает уполномоченных, и дает им задание наполнять лучшие совхозы, лучшим племенным скотом, набивать склады лучшим продовольствием, и фуражом, и ждать до весны, когда по расчетам Топильского и его друзей, должна рухнуть советская власть, томительное ожидание, сладостное, но не сбыточное мечтание, вот в этом сладостном, контрреволюционном ожидании, и пребывали уполномоченные, Теплов, Ширяев, Лаврухин, один в Симбирской губернии, другой в Саратовской, третий в Самарской, подсудимый Теплов, здесь рассказывал, что ему, как коммунисту, это стало казаться подозрительным, он решил ничего не предпринимать, по плану Топильского, хорошо решил, что и говорить, но это не помешало, да и не помогло помешать, да и не могло помешать уполномоченным, Топильского разворачивать свою работу вовсю, хотя кое у кого и закрадывались сомнения в том, выделить что-нибудь из этой затеи, подсудимый Лаврухин, тоже пришел на одно совещание, чтобы отказаться от участия в этом обществе, он сказал, я не верю, это одни разговорчики, но разговорчики, это или нет, а совхозы стали передаваться секции, ну то есть они так, понимаете, дело в том, что вот это вот все, что описывает Вышинский, это очень напоминает антисоветский заговор, да, ну то есть, если вы все рассчитываете на падение советской власти, ну вы же не просто так рассчитываете, вы может быть что-то для этого еще и сделаете, да, то есть тут все предпосылки для него есть, и естественно подходить к такому людям страшновато, потому что все-таки экономические преступления, тем более в начале 20-х годов, вы помните, там же сажали за них, там год давали, там условно, там еще что, там нисти и так далее, там потом, вот экономическое преступление, это одно, а вот контрреволюционное, это уже немножко другое, тут видимо такая атмосфера взаимного недоверия, там присутствовала немножко, вот, защита несколько раз подчеркиваю, в течение судебного следствия это обстоятельство, стараясь доказать, что раз совхозы передавали секции, то следовательно, здесь нет ничего преступного, увы, я напомню показания свидетеля Горового, который по аналогичному поводу справедливо заметил, пути контрреволюции неисповедимы, ну попытно, да, можно брать совхозы от имени секции и передавать их секции, а потом обернуть эти совхозы против республики, как это делается, контрреволюция действует самыми разнообразными способами, порой чрезвычайно хитрыми и изощренными, ну то есть, насколько я понимаю, тут просто вот эта вот секция, да, которая направлена на борьбу с поддержкой скота, да, ей даны права забирать под управление, под себя какие-то отдельные совхозы, серьезно, да, и она их забирает, в данном случае вся задача заключалась в том, чтобы стянуть племенной скот в совхозы, превратить их по существу в частно-капиталистические предприятия и подготовить передачу их капиталистам, тот же же по реставрации капитализма, ну то есть забрать под себя, у себя там устроить город-сад, да, вот, а потом, если что, все это перевести в собственность, а пока что легкая нажива на трудном деле, мелкие крупные жульнические делишки, стяжательства, корысть, прикрываемые высокими словами о помощи, перехожу к характеристике отдельных подсудимых, раньше всего к характеристике подсудимого Топильского, в своих объяснениях, Топильский пытался дать собственный портрет, однако, что однако ему решительно не удалось, он здесь хотел нас убедить, что к этому ответственному и тяжелому делу, борьбы с засухой в Поволжье, он с голодом, он подошел совершенно бескорыстно, вы помните, товарищи судьи, как он говорил об этой бескорыстности, когда я увидел, сказал он, такая масса препятствий стоит на моем пути, тогда я загорелся желанием победить все эти препятствия, Пазигун говорил, чтобы я не боролся, что ничего не выйдет, а я говорю, сделаю это, преодолею эти препятствия, налажу, нужно победить, потому что это нужно республике, крестьянству, сколько там 9% плана было выполнено, то есть, по-моему, Топильский говорил с дрожью в голосе, со слезой, так что можно было бы при отсутствии достаточного опыта, впасть в ошибку и поверить в его искренность, эта задача ему плохо удалась, я бы хотел обратить ваше внимание, товарищи судьи, ни на слова, ни на саморекламу, хотя и с этой стороны наш следственный материал отличается достаточной убедительностью, вспомним хотя бы показания Лешока, который говорил о том, что Топильский работал исключительно во имя личных интересов, Топильский подлинный эсеровский кооператор, со всеми присутствующими этой категорией людей, привычками и особенностями, Топильский нашел безработного Зверева, и приспособил его для исполнения особых поручений, Зверева Топильский приспособил для скупки английских фунтов, и вообще золота, потом он поручил ему найти квартиру, вместо квартиры Зверев нашел целый дом, да не один, а два, при помощи этого же Зверева Топильский нашел имение Кулусова, бывшая Сипягина, через Зверева покупаются и продаются шедевры живописи, картины лучших мастеров искусства, ну вот это к слову того, как кровавые коммуняки разворовывали, значит, шедевры нашего искусства, да, там распродавали их куда-то на запад еще, не только, ну да, Топильский же, он же коммунист, я же забыл, вот, характерно, что рассказывая об этих операциях, Топильский и тут встал в позу, заявив, что он покупал картины только из любви к искусству, к искусству, что эта страсть к искусству и погубила его, пришел час допроса Зверева, этого прозаика, а не романтика, какого здесь разыгрывал Топильский, одним словом, Зверев разбил весь романтизм Топильского, оказывается, покупая картины, Топильский звал эксперта, пояснял ценность каждой картины не с точки зрения художественных достоинств этого произведения, а лишь с точки зрения ее стоимости. Топильский действовал как скупщик ценностей, а не как ценитель искусства, как любитель живописи, останавливающийся в изумлении перед полотном неизвестного может живопица, проникающего в самую душу и в сердце, захватывающего красотой красок и великолепием творческой кисти. Нет, Топильский действовал не так. Ему не важно было, как сильно и прекрасно блещет на полотне кисть неизвестного художника, ему важно было, сколько стоит эта картина и за сколько эту картину можно потом продать. Топильский действовал не как меценат, а как настоящий маклак. Подсудимый Зверев говорил про Топильского. Он вообще поставил себе задачу свои деньги превратить в реальные ценности, в картины, в фунты стерлингов. Но сколько же этих картин, сколько же он этих картин купил? На 75 тысяч рублей с золотом. Так, и создал себе таким образом действительно реальные ценности. Но это не единственная страсть Топильского. Дома, картины, золото. И есть еще и лошади. И было бы странно, конечно, быть в секции по спасению животноводства и не загореться страстью к лошадям. В этом отношении Топильский не отстал. Тепло Ширяева, Рождественского. Топильский посылает Рождественского в Симбирск со специальной задачей. Купить 7-8 лошадей. Появляются Кристалл, Ушло, Кривак, Потоп и еще другие. На какие деньги покупались эти лошади? Топильский говорит, на собственные. Мы не знаем происхождение этих собственных денег. На предварительном следствии Топильский сказал, что эти деньги, 3000 фунтов стерлингов, привезены им из-за границы. Но он вскоре сдал свои позиции. Живым опровержением этой его версии оказался Зверев, показавший, что он Зверев покупал для Топильского фунта стерлингов. И что таким образом Топильский никаких фунтов стерлингов из-за границы не привозил. Кстати, если ты из-за границы привез 3000 фунтов стерлингов, тут же автоматом возникает вопрос, а где ты их там взял в этой загранице. Там что, всем по 3000 фунтов стерлингов выдают? Это большие деньги. Мы не знаем сейчас, откуда Топильский брал деньги, чтобы покупать симбирские лошадей. Но мы зато знаем, что нам рассказывали об операциях Топильского. С одной стороны Рождественский, а с другой Теплов. Рождественский приехал и заявил Теплову, что нужно купить лошадей, и при том лучших лошадей. Когда Теплов возражал, что у них нет на это средств, Рождественский сказал, покупай, в Москве разочтемся. А потом оказалось, что закупка была произведена на казенные деньги. Если бы даже эта закупка была произведена и не на казенные деньги, а на так называемые собственные деньги Топильского, то нет оснований сомневаться в том, что эти собственные деньги тоже казенные деньги. Товарищи судьи, очень характерно показание человека, о котором здесь Топильский дал прекрасный отзыв. Это показание Чеглинцева. Топильский сказал, что это благороднейший человек, который ни одного слова неправды сказать не может. Я готов поверить подсудимому Топильскому и с таким же доверием отнестись к показаниям Чеглинцева, как и он. А для того, чтобы личность Топильского, этого нового приобретателя, этого нового Чичикова показать вам в наиболее ярком свете, я бы хотел огласить несколько строк из показаний этого благороднейшего по озовам Топильского человека и его друга Чеглинцева. Вот что говорит Чеглинцев. Топильский очень часто передавал мне на время большие денежные суммы. Был случай, когда он мне передал около 3 миллиардов рублей приблизительно в феврале месяце. И в последнее время до ареста Топильского было передано до 150 миллионов рублей. Звереву по распоряжению Топильского мною неоднократно передавались большие денежные суммы около 10 раз. Раз около 2 миллиардов и несколько раз более мелкие суммы. Воробьеву также давал денежные суммы несколько раз до 1 миллиарда рублей. Еще Топильский мне давал около 3 пунктов и 1600 рублей с золотыми монетами царской чеканки. И Чеглинцев добавляет. Из этого золота была часть передана Звереву. Затем были монеты золотые и серебряные, которые лежали в сарае в мешках под прилавком. Вот что говорит Чеглинцев. Этот благороднейший человек, один из этих спасителей отечества. Идут спасать голодающих, а у самих в сарае под прилавком мешочки какие-то, не то с золотыми, не то с серебряными деньгами. Характерен состав посредников, которые окружили Топильского. У Топильского был счастливый Шурин Воробьев. Счастливый потому, что он был Шурин Топильского. Логично. Этот Шурин имел лошадь Кинчем, которая, как и психея, принадлежала Топильскому. Как она попала от Воробьева к Топильскому? Оказывается, Воробьев получил эту лошадь из Семеновской артели. А Семеновская артель откуда получила? Из Очаковской. А Очаковская откуда? Из Новобуяновского завода. А завод этот государственный. А лошадь чья? Топильский говорит, моя, подаренная мне Воробьевым. Интересная система с государственного завода на один хуторочек, с одного хуторочка на другой хуторочек. Оттуда к Шурину, а от Шурина к себе. Вот одна из иллюстраций работы Топильского. Любопытно. Я не буду отнимать у суда времени перечислением всех подобных фактов. Достаточно этой иллюстрации, которая вместе с показаниями Чеглинцева, мне кажется, полностью разоблачает Топильского. Я убежденно говорю о Топильском, как и человеке, который прошел, который пошел в секцию по спасению животноводства, не для того, чтобы спасать животноводство, а для того, чтобы обделывать свои личные делишки, чтобы склевать то, что попадало под его клюв в это тяжелое время. Мы не можем, конечно, забыть историю покупки лошадей для главсахара. Главсахар дал за этих лошадей 100 пудов сахара. В это время Теплов телеграфирует из Симбирска. Дайте денег. И здесь на суде выяснилось, что была действительно острая нужда в деньгах. Теплов также признал, что если бы денежные средства были своевременно ему присланы, он, несомненно, больше бы сделал для спасения скота в Поволжье, чем он сделал в самом деле. Казалось бы, чего проще? Деньги, вырученные за сахар, перевести на заготовку фуража и бросить фураж куда нужно. Может быть, это и было бы выгодно для дела, но не выгодно для топильских. И вот сахар обменивается на мануфактуру. Мануфактура продается в течение полутора месяцев, время уходит, да и комбинация, в конце концов, оказывается невыгодной для государства. Зато очень выгодной для тех, кто эту комбинацию проводил. Допрошенные здесь Тимошкевич и Топильский дали по этому поводу одинаковые показания, утверждая, что замысел был такой. Мануфактуру, которая должна была быть проданной за 18,5 миллиардов рублей, провести по отчету, проданной лишь за 14 миллиардов, а 4,5 миллиарда обратить в свою пользу. Вот это мануфактурная эпопея, как нам здесь доказывали, это с книгами на руках. Мануфактура была продана за 11 миллиардов 600 миллионов рублей. Тимошкевич заработал солидно, ибо он мимоходом и нечаянным образом задержал в своих карманах 29 ящиков ниток, которые стоили 2 миллиарда рублей. В те времена эта сумма была достаточная. Топильский получил без расписки, а Зверев не провел по книгам. Миллиард 800 миллионов рублей наличными деньгами. Сумма тогда тоже большая и товаром на 4 миллиарда рублей. Топильский сам утверждает, что у Аптовика он взял 6-6,5 миллиардов рублей. Он сам помог вам разгадать, как исчисляются эти 6,5 миллиардов рублей. Рассказал, что в счет этих 6,5 миллиардов рублей он получил 2 тысячи оршин по 2 миллиона за оршин. Мануфактуры, ну ткани в смысле. Но вместе с тем он утверждал, что дал 4 миллиарда, а Зверев утверждал, что он получил 1 миллиард 800. Тут маленькое расхождение с другими показаниями. Но Кузнецов помог установить истину. Оказалось, что Тимошкевич прикарманил тайком от Топильского, а Топильский утаил от Тимошкевича, что он сам забрал 2,5 миллиарда рублей. Ну то есть они еще там друг от друга там деньги тырят. История с Мануфактурой совершенно ясна. Мануфактура была сдана Аптовику. Что это за Аптовик? Этот Аптовик состоял из 4 лица. Полумертвого старика Михайлова. Это что, тот, который домашний продавал? Наверное он, да? Зверева, состоявшего на побегушках у Топильского. Воробьева, Шурина Топильского. И четвертого человека, Стрижева, который... Или Стрижева, Стрижева скорее, да? Который исполнял обязанности бухгалтера. Хотя при допросе Зверев сказал, что бухгалтерии никакой там не было. Вот и все это общество. Как работал этот Аптовик? Работал Аптовик на мануфактуре, которую дал ему Топильский. То есть, значит... Давайте немножко отскочим назад, да? Значит, Главсахар. Или как он там называется, да? Главсахар, да. Дает сахар на лошадей. На покупку лошадей. Они меняют, значит, сахар на мануфактуру. Мануфактура идет в Аптовик. От Топильского, да? Вполне понятно, что Топильский должен был что-то за это получить. И ему действительно была отчислена некая сумма. Это нашло отражение и в их книгах. Хотя эти книги филькины грамот. Сам Зверев признал, что хотя эти книги не были составлены за один присест, но одни были переписаны за один присест. Переписывались книги в спешке. Вследствие чего переписчики забыли на левой стороне написать 11 марта 2023 года. И оказалось, что на левой стороне заприхолодована мануфактура в апреле, а на правой продана мануфактура в марте. Если допустить, что этой филькиной грамоте отразилось до некоторой степени правда, коммерческая истина, коммерческая истина, и эти 2000 аршин Топильского вошли в счета на 11 миллиардов 600 миллионов, то все-таки миллиард 800 остаются тем подарком, который преподнес этот оптовик инициатору, так сказать, вдохновителю своей главной опоре и кормильцу своему тому же самому Топильскому. Насколько я понимаю, сегодня это называется таким красивым словом откат. Я знаю, что защита может не возразить. Странное положение. Вы говорите, что оптовик это Топильский, а с другой стороны обвиняете Топильского в получении взятки, а Зверева в том, что он как ответственное лицо дал Топильскому взятку, выходит, что Топильский дал сам себе взятку. В действительности противоречия тут нет. Зверев работал на деньги и товаром Топильского и из своей доли отрывал кусочек Топильскому, чтобы Топильский впредь давал ему возможность так работать. Это, конечно, не взятка в формально-юридическом смысле этого слова. Я во взяточничестве Топильского и не обвиняю, но это один из элементов того метода обогащения, которым Топильский владел в достаточной степени. Таким образом, ко всем художествам, о которых я уже говорил, добавляется и это художество с мунуфактурой. Но вот еще один новый момент в деятельности Топильского. Это договор с латвийской фирмой Спаде. Топильский признал на предварительном следствии получение от фирмы Спаде 2 миллиарда, 2 миллиардов рублей в виде взятки. Сейчас Топильский пробует изменить свои показания, заявляя, что это выдумано, что денег от Спаде он не получал и что фирме Спаде давать взятку было не за что. Действительно ли не за что было давать взятки? Топильский сослался, между прочим, на то, что договор с фирмой Спаде по отзыву генерального латвийского консула оказывался даже убыточным для фирмы Спаде. или Спаде не знаю. Спаде это по-итальянски так звучит очень, а не по-латвийски. По-латвийски может быть Спаде не суть. А вот, о чем генеральный консул Латвии счел нужно предупредить, так как цены выставленные фирмой Спаде якобы ставят под сомнение сможет ли эта фирма выполнить договор. Я же сначала подумал, что за предупредительность такая латвийского консула по отношению к секции по спасению животноводства. Но я напомню, что Латвия тогда не входит в Советскую Россию. Но перелистав две страницы того тома, в котором находится это отношение, я понял секрет этой предупредительности. В самом деле рожь и ячмень были закуплены у этой же фирмы Спаде в Латвии по 420 рублей и по 180 рублей. А, ну то есть фирма поставляла как бы рожь и ячмень для кормления соответственного скота. В то время как на рынке стояла цена по 700 рублей за пуд. Но уже через 6 дней договор был заключен 10 февраля, 16 февраля. Фирма Спады ввиду изменившейся рыночной конъюнктуры повысила эти цены в 3-5 раз. Оказывается, что низкие цены были своего рода приманкой. Спады нужно было лишь заключить договор хотя бы по заведомо убыточным ценам. А там можно и пожить. И вот этакий договор и подписал Топильский. За подписание этакого договора он и получил взятку. Шикарная схема, да? То есть у вас на рынке цена 700 рублей за килограмм, грубо говоря, за пуд в данном случае, да? Вы подписывайтесь с Топильским договор на поставку по 420 рублей. Да? Топильский приходит в органы, в рабочую крестьянскую инспекцию, там говорит, вот какой хороший договор, дешевенький для нас подписал, да? И через неделю цены взвинчиваются в 3-5 раз. А договор уже подписан и как бы у вас это самое, у вас и выбора-то особого нет, вам надо скот кормить. По этому вопросу мы имеем показания Минкина, данные им на предварительном следствии, где Минкин приподнял краешек этой стыдливой завесы и признал, что рабочая крестьянская инспекция приостановила утверждение этого договора, требуя изменений, гарантирующих защиту интересов секции по спасению животноводства. А Топильский самолично подписал этот договор, то есть в обход рабочей крестьянской инспекции вообще. Ясно, конечно, что за эту самоличную подпись можно было заплатить 2 миллиарда рублей, тем более, что в обеспечении падающей валюты, которые мы расплачивались с этой фирмой от всех поступающих из Латвии грузов отчислялось 15% натурой. Топильский в полной мере защитил интересы фирмы за счет интересов нашего государства. Что-то я не понял эту схему, честно говоря. То есть из Латвии нам поставляют и 15% вычисляется куда? Не понимаю. Брать не буду. Ну вот, наверное, мозги уже устали, что-то я перестал собрать. Я полагаю, что таким образом этот момент является также совершенно установленным и кладущим лишнюю гирю тяжести на чашу обвинений Топильскому. Топильский в своей деятельности характерен еще с одной стороны как специалист по подлогам, которые нельзя оставить неотмеченными. Каждый шаг, который он делает, он делает обязательно, учиняя какой-нибудь подлог, какое-нибудь надувательство. Он учиняет подлог в сделке с Шостаковым, давая ему фиктивную расписку на продажу, будто бы он за 1 миллион рублей лошади Киен Чем. На самом деле он ее не продал, а оставил за собой. Он совершает подлог с Лаврухинским овсом на 800 миллионов рублей. Он вручает Лаврухину подложную расписку, которую Лаврухин хотел приобщить и приобщил к делу, пока не разразилась гроза. Топильский приобретал дома на имя Зверева по фиктивным запродажным, пользуясь при этом юридической помощью Торсуева, комиссионерскими услугами Зверева и может быть нуждой Михайлова. Наконец, у него фиктивно бегают на московском ипподроме лошади, то есть бегают самым реальным образом и реальные лошади, но опять же от имени подставных лиц, хотя эти лошади и принадлежат Топильскому. Система Топильского система подлогов, какая-то фантастическая система лжи и коварства, что ни шаг, то рискуешь запутаться в этой страшной предательской паутине. Топильский всем руководил, все подчинял своему влиянию, но работой не интересовался и думал только о своей личной выгоде. Вот что говорил о нем Минкин. Я писал, взывал к практической работе, все-таки работа в секции не шла. Мой труд, видимо, в секции не ценился, мои предложения выслушивались, приказы читались, но не исполнялись. И это верно, мы знаем, что там вообще приказы не исполнялись, там царило ликвидаторское настроение. Минкин говорил, я неоднократно говорил ему, что мы должны быть сплочены в работе, но Пазигун соглашался и со мной, и с Топильским. И наконец, я стал чувствовать себя чужим в секции. Большинство работников сплотилось вокруг Топильского. С Поволжи раздавались бесконечные крики и мольбы «Дайте лошадей!» Весенняя кампания была в разгаре, и я настаивал на продолжении кампании, на продолжении работы. Но секционных работников обрывало ликвидаторское настроение, и секция была ликвидирована. Вот видите, вы видите, что Топильский здесь является центральной фигурой, все около него, он руководит всем решительно. Он начал руководить и повел работу тогда, когда еще хотел работать, когда он еще не осуществил всех своих замыслов, когда он был увлечен этими замыслами. Но вот он почувствовал, что замыслы его будут разбиты, и он опустил руки, и все опустили руки, и секция была ликвидирована. В секции, которая держалась главным образом на плечах Топильского, предцветала, помимо всех тех безобразий, о которых я здесь говорил, еще и безотчетность. Вам говорили здесь в течение всего процесса, такой-то представил отчет, такой-то представил отчет. Вам даже указали на то, что если отчеты эти оказались непринятыми, непросмотренными, то это, в сущности говоря, не повинил полномоченных, не повинил тех, кто представлял эти отчеты. Это, конечно, совершенно необоснованная отговорка, и для того, чтобы показать это, я приведу одну лишь маленькую справку. Лаврухин показывал, что он 1 февраля представил свой отчет, который ему вернули 9 мая, а 1 июня он был арестован. Срок, конечно, достаточный для того, чтобы добиться приведения отчетов в необходимую ясность, чтобы не было нужно их возвращать еще раз для всяких исправлений. Однако, он не сделал этого и с 9 мая по 1 июня, не позаботился о том, чтобы эти отчеты привести в порядок. Когда я буду говорить о Лаврухине, я скажу специально об этом отчете, скажу, чем он порочен и чем порочна та выборка, которую он представил суду. Я сейчас указываю на этот момент лишь для того, чтобы показать, что уполномоченные не считали себя особенно ответственными за эти отчеты. Ответственность за эти безответственные действия я полагаю целиком на лиц возглавляющих секцию и в первую очередь на Пазигуна, особенно имея ввиду, что он коммунист. В самом деле, вы посмотрите, какой получается порядок вещей. 18 февраля заседание президиума ЦК в помощи голодающим. Доклад Минкиным утверждает Пазигун, а не Топильский. Пусть так. Президиум ЦК Помгова признает цифровой материал по эвакуации племенного скота неудовлетворительным. Ясно и четко. Это было 18 февраля, товарищ суди. Топильский подтвердил, что в декабре работа была уже свернута и следовательно был достаточный срок для того, чтобы с момента сворачивания работы в конце декабря до 18 февраля позаботиться об этих отчетах. Ведь Пазигун прибегал даже к таким мерам воздействия, как истребование Лаврухина и других уполномоченных чуть ли не по этапу, но чуть ли не под арестом. А вот, Лаврухину было приказано и явиться, иначе он будет доставлен в административном порядке. Ну, то есть, они там что-то делали-делали в своей секции, потом они, типа, ее прикрыли, да, распустили, а отчетов нет. А Пазигуну надо отчитываться перед Помголом, да, отчетов нет. Вот. А уполномоченные черт знает где, да, вот он их пытается к себе вызывать, чтобы они перед ним отчитались. Говорю, под арестом уже хочет. Вот. Приехал Лаврухин, что вы сделали с ним Пазигун? Вы приняли его отчеты, вы приняли меры к тому, чтобы Лаврухин, так скоропалительно бросивший свою работу, свою большую важную работу, вернулся к ней как можно скорее. Вы поинтересовались тем, чтобы он сдал отчеты? Нет, вы ограничились резолюцией, а проверки об исполнении никто и не думает. Представить отчеты в недельный срок требует ЦК Помгола, требует государство, отпустившее 132 миллиарда рублей, собранных из отчислений по фабрикам и заводам, по властям и деревушкам, по казармам и лагерям красноармейцев. Уигрям в смысле военную. А вы позаботились о том, что... А вы позаботились о том, чтобы эти 132 миллиарда рублей были учтены? Я уж не говорю по копейке, хотя бы по миллиону. И вот 31 марта издается приказ номер 7. Я особенно обращаю ваше внимание, товарищ судьи, на эти даты. 18 февраля требуется представить отчет в недельный срок, а приказ номер 7 появляется 31 марта. В этом приказе из трех пунктов предлагается всем и полномоченным представить отчеты под руководством Топильского обработать и представить бухгалтерию Цузема, Центральное управление земледелия, видимо, да? Вот. Обрадовались все подсудимые, обрадовались все подсудимые и кричат, и Топильский больше всех. Вот бухгалтерия Цузема, вот болото, вот трясина. Но была ли эта бухгалтерия действительно трясина? Это не доказано, это не установлено. На суде Топильский пытался в этом вопросе словировать, заявив, что по приказу номер 7 нужно было представить статистический отчет, а не бухгалтерский. Но я предъявил Топильскому этот приказ и доказал, что он говорил именно о бухгалтерском отчете. Я теперь спрашиваю руководителей секции, если отчетов нет, а их нет, и вот даже те, которые есть неудовлетворительные, так как в Тепловском отчете трех миллиардов все-таки не хватает, то должны ли вы отвечать за это? Если Лаврухинского отчета мы не видим, если Ширяевского отчета мы не видим, то мы смело можем поставить вопрос об ответственности руководителей секции, которые безответственно действовали, которые, вопреки постановлению президиума ЦК от 18 февраля, вопреки своему собственному распоряжению от 31 марта, не позаботились о том, чтобы эти отчеты в конце концов были представлены. А вот 25 апреля на заседании ЦК Памголу с участием Резкина, Топильского и Позигуна подводили итоги этой работы. И, между прочим, констатировали, что полностью отчетов уполномоченные не представили. 25 апреля опять нет отчетов, но, интересно, маленькая ремарка к этому протоколу, в которой говорится, что члены этой секции деятельно участвовали в заседании. Они деятельно участвовали в заседании. Вот почему товарищи судьи при этой системе взяточничества подлогов, хищения, расточительства безотчетности через некоторое время ЦК Памголу убедился, что с этим гнилым аппаратом нельзя выполнить задание по вывозке и эвакуации 40 тысяч голов скота. И пришлось сократить эту цифру до 11 тысяч. А из 11 тысяч пришлось, помните, там вот в начале были циферки, что надо там 65 тысяч голов скота там, да, для татарей, там еще что-то. А вот, а из 11 тысяч пришлось выполнить едва 5 с лишним тысяч, около 6. Отчет ревизующих органов констатирует, что план, весь план работы по спасению скота таким образом был выполнен всего на 14%, а вывозка этого скота была выполнена силами секции по спасению животноводства на 9,7%. Эту цифру правда оспаривает Топильский, говоря о 18% и даже о 38%, если учесть кооперацию и всякие другие организации, вывозившие скот. Но этот же отчет ревизующих органов говорит о том, что содействие, которое оказывала секция по спасению животноводства, выражалось главным образом, если не исключительно в предоставлении транспортных средств, то главным образом, если не исключительно в предоставлении транспортных средств, то есть давались бумажки в НКПС на получение вагона. Соответственно, уже все делал НКПС. Во всяком случае, план вывоза в 40 тысяч голов свелся к 5,5 тысячам, то есть к 12-13%. А деньги, отпущенные первоначально, были все зарасходованы все 132 миллиарда рублей. Какова была система работы, видно хотя бы из того, товарищи судьи, что ведь тогда, когда Типлов, например, кричал, что у него нет денег, деньги были. В то же время ему приказывали, если это верно, производить ненужные закупки. Ну, то есть, он говорит, у меня денег нет, а ему оттуда сверху, вот этот вот, Топильский, говорит, есть у тебя деньги, покупай мануфактуру, продавай. Пазигун утверждает, что Типлов по собственной инициативе закупил валенькие и дамские ботинки, назвав их из стыдливости крестьянскими. Вместо фуража закупали валенькие и дамские ботинки. Это общая система работы этой самой секции, где засели люди бесхозяйственные, люди корыстные. Во главе этих людей стоял Топильский, который в отношении корысти побил рекорд. Я утверждаю, что обвинение, предъявленное по обвинительному заключению, Топильскому предъявлено совершенно правильно. Это преступление предусматривающее, 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 статью 188, говорящей о мошенничестве. В действиях Топильского я усматриваю и наличие статьи 113 присвоения, ибо лошади, которые закупались им, закупались на государственные средства, на кровные рабочие крестьянские деньги. Тут есть и статья 114, ибо система взяточничества входит в статью 114. И достаточно одной операции с оптовиком, чтобы признать правильным предъявление этой статьи. И, наконец, тут налицо статья 110 указ. 110, если я правильно помню, это халатность. Так. Товарищи судьи, за те преступления, которые совершил Топильский против республики, в законе назначено самое суровое наказание. Топильский хотел предвосхитить события. Свой приговор над собой он сам произнес, он сам хотел привести его в исполнение. Это ему не удалось, теперь он предстал перед судом. И, во имя благо республики, требуют для него высшие меры. Наказание, пусть правильный приговор свершится. Видимо, у Топильского там, чтобы была попытка самоубийства, что ли, на следствии. Не знаю, может быть. Но о чем тут еще говорит Вышинский. Вот, ладно, все, стоп. Вот, половина текста есть. Следующая половина в следующем выпуске нашей программы. Вот, о криминальных сообществах, об организованной преступности начала 20-х годов. Вот, в главной роли Андрей Иванович Вышинский на этот раз. Вот, всем добра.